МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Тавропольском районе Самарской области сложился управленческий вакуум. 12 декабря прошлого года в отставку ушел глава района Владимир Медведев. Пошел уже третий месяц, как место главы остается вакантным. Собрание представителей Ставропольского района не может определиться с процедурой избрания на его главы. Кандидатов отменяют, как принято сейчас говорить. По слухам, в район вновь сватают варят. Комиссия представителей района ждет отмашки из Самары и определения с этим самым варягом, предполагаю я. Прояснить ситуацию с выборами главы мы постараемся с нашим гостем, Анекеном Владимиром Геннадьевичем. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы знаете, сначала я бы хотел, чтобы вы рассказали, конечно, нашим зрителям о том, какое отношение вы имеете к Ставропольскому району. Я хочу сказать, что вся моя деятельность, начиная с 1986 года, ну и по настоящее время, она неразрывно как раз связана была именно со Ставропольским районом. То есть я пришел в 1986 году, будучи восстанником Самарского государственного университета, пришел работать в прокуратуру Ставропольского района, сначала на должность следователя, потом на должность помощника прокурора, потом на должность заместителя прокурора района, где, в принципе, проработал до 2007 года. В район, так скажем, на тот момент это были 90-е годы, все мы прекрасно помним, насколько это был сложный период в жизни и всей страны, как бы, и района. А, значит, поэтому всякое бывало, всякое бывало сложно, как бы там, да, бывало непросто, особенно в начале, когда, сказать, происходило именно становление российской государственности на тот момент, как бы там, да, когда на прокуратуру, например, возлагались самые серьезные, самые сложные задачи, там, да, это осуществление надзора в сфере земельной реформы, в сфере приватизации, вспомнить то, что это было и криминальное время, самое сложное криминальное 90-е годы, да, да, это разгул практически преступности в городе, и, соответственно, поскольку район был непосредственно связан с городом, поэтому, как бы, приходилось всякое, приходилось расследовать тяжкие преступления, убийства, изнасилования, хозяйственные преступления, да, значит, одновременно с этим, как бы, там, да, проходило мое становление, как, значит, специалиста, именно как прокурорского работника, как бы, там, да, происходило узнавание района, его людей, его традиции, и вот здесь, как бы, там, да, необходимо, наверное, все-таки обратить особое внимание на то, что, несмотря на сложность того периода, именно 90-х годов, как бы, там, да, все-таки район, несмотря ни на что, в отличие, вот, например, сегодняшнего периода, что я вижу, значит, он развивался, развивался динамично, ну, в качестве примера я могу привести такой, сказать, ну, наверное, показательный пример, значит, когда налогоплательщики буквально выстраивались в очередь, чтобы встать на налоговый учет, что... Да, 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 было такое. Понимаете, поэтому район был самодостаточен, район был, значит, как сельхоз... что такое Старопольский? Да, Старопольский район, это практически более 70% это сельхозземли, поэтому сельхозпроизводство, как бы, там, да, всегда было в районе, оно всегда было достаточно развито, оно было мощным, оно было передовым, да, значит, если мы возьмем с вами показатель, допустим, до недавнего времени по ловому сбору зерна, по, значит, продукции животноводства, растеневодства, по продукции птицеводства, там, да, район всегда занимал лидирующие позиции. Это было и в 90-х годах, в сложных 90-х годах, как бы, там, да, это было и до недавнего времени, буквально, как бы, там, да, достаточно вспомнить, как бы, там, да, таких, ну, на мой взгляд, как бы, там, да, выдающихся, там, да, значит, руководитель района, это Александр Васильевич Румянцев, как бы, там, да, благодаря которым, так скажем, район устоял, позиции удерживал, как бы, в 90-е годы. И также Александр Егорович Воронцов, как бы, там, да, заместитель главы, это покойный Валентин Павлович Малышев, как бы, там, да, и многие-многие-многие десятки людей, как бы, там, да, которые действительно своим трудом, своим авторитетом, как бы, там, да, они крепили район, они, так скажем, создавали показатели района, они действительно улучшали жизнь людей реально, как бы, там, районе, как бы, там, да. И вы знаете, вот по отзывам, так скажем, некоторых людей, да, я с этим абсолютно согласен, район был с душой. Вот именно душевность района, как бы там, да, она всегда подчеркивалась, как бы там, да, потому что мне достаточно много приходилось общаться с руководителями хозяйств, с руководителями администрации района, как бы там, да. Владимир Геннадьевич, а скажите, а сколько лет вы, ну, так сказать, работаете в районе? В районе практически общей сложности я работаю более 30 лет уже. Более 30 лет? Да, более 30 лет. Это серьезный стаж? Да, да. А скажите, вот что заставило вас, да, или почему вы пошли и подали документы на конкурс в Ставропольском подместке? Вы знаете, это, так скажем, я, наверное, скажу, может быть, здесь для вас откровение, как бы там, да, это не первое, так скажем, мое участие. А, значит, я уже принимал участие, значит, в выборной кампании 15-18-х годов. А, значит, почему, как бы, и тогда, и сейчас, как бы там, да, я сознательно пошел на это? Ну, наверное, в силу того, что, как никто другой, возможно, там, да, значит, я знаю все сильные стороны района. И управленческие деятельности района. Ну, за 30 лет это можно было изучить. Да. Равно, как я знаю все его слабые стороны. Как юрист, я думаю, что все юристы меня поймут, которые изучали, которые обучались высших образовательных учреждений в Куберском государственном университете, значит, мы достаточно плотно изучали и хозяйственные права, и финансовые права, и смежные отрасли законодательства, как бы там, да, поэтому говорить о том, что, как бы, я знаю только чисто как юридическую, как бы там, да, сторону вопроса, да, наверное, неправильно. Ну, я повторяю, за 30 лет это уж можно. За 30 лет, да, конечно, конечно, как бы там, да, еще, значит, и сильные, и слабые стороны, как бы, районы мне были достаточно известны. Поэтому я полагал о том, что мой практический опыт, мои знания найдут применение там, да, именно в районе, как бы там, да, поскольку где-то примерно к 15-16 году, как бы там, да, я, отслеживая ситуацию в районе, я наблюдал о том, что наметилась тенденция, так скажем, ну, к неким процессам сначала стагнации. В развитии района. А затем эта стагнация перешла уже, так скажем, ну, если не в деградацию района, как бы там, да, то, значит, ухудшение основных показателей сельхозпроизводства. Значит, если мы возьмем, допустим, показатели 8-15 годов, значит, то они, естественно, ну, статистику, как бы там, да, я думаю, что Минсельхоз Самарской области, как бы, располагает статистику. Я по памяти просто могу сказать, потому что первые, вторые, третьи места занимались призовые места, всегда либо по валовому сбору, либо по урожайной сержанной войск, всегда занимали первые места. Если возьмем 22-й год, то практически лидерские позиции утрачены, они начали утрачиваться с 18-х годов, и на сегодняшний день, как бы, там, да, район занимает, ну, где-то в числе последних мест уже. Ну, стагнации налицо. Да, стагнации налицо. Владимир Владимирович, я, с вашего позволения, все-таки вернусь к комиссии. Вот, скажите, а что не так с работой комиссии, если документы, которые подает кандидат или кандидаты, в порядке? Я знаю, что вам и другим вашим, ну, назовем их коллегам, да, вот, по тем, кто подал на конкурс, ну, отказали от этого. Вот, непонятно, как человек, который хорошо знает закон, подготовил документы, причина какая? А вот, вы знаете, вот здесь для меня самого на сегодняшний день, как бы, там, да, пока это загадка. Я сейчас объясню, почему. Значит, для того, чтобы понять ситуацию, как бы, необходимо коротко, как бы, там, да, обратиться к порядку формирования, значит, глав муниципальных образований в Самарской области. Значит, у нас 131-й ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления, да, значит, отнес порядок формирования глав муниципальных образований, сельских, городских, районных поселений, там, да, к совместной компетенции субъекта Российской Федерации и муниципального образования. То есть, вы говорите сейчас про Самарскую область? Про Самарскую область, да, 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 про Самарскую область. Значит, Федеральный закон 131-й предполагает три возможных варианта, значит, формирования, значит, этих органов власти в лице, значит, глав районов либо поселений. Это первые прямые муниципальные выборы. Это второе избрание глав из числа депутатов представительных органов, ну, слава говоря, это и собрание представителей. И это выборы о собрании представителей из числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии. Ну, так скажем, я не буду сейчас давать оценку, насколько демократично, как бы, те или иные, как бы, что-то, как бы, там, да, а сейчас, как бы, я объясню, я, как бы, сейчас это объясню, но в любом случае это выборы. Только это не прямые выборы, там, да, а это выборы о собрании представителей. А вот здесь, так скажем, да, как юрист, который, так скажем, на сегодняшний день уже не просто, так скажем, вник глубоко в эту ситуацию, там, да, а практически я ее разобрал досконально полностью, как бы, там, да, это моя работа, как бы, там, да, да. Я, как бы, подозревал еще где-то, как в 2018 году, там, да, ну, что-то, что-то не стыкуется, так скажем, да, в деятельности, значит, конкурсной комиссии собрания представителей по, значит, выборам глав, значит, районов. Как минимум, как бы, там, да, вот та непрозрачность, которой, как бы, она имела место быть и раньше, особенно сейчас, как бы, там, да, ну, она оставляет, так скажем, большой простор для произвольного принятия решения. То есть закон позволяет трактовать? Нет, вот не закон. Не закон. Закон не позволяет трактовать. А вот та конструкция работы конкурсной комиссии Ставропольского района, с которой я столкнулся и которую я увидел, она, так скажем, позволяет, по сути, значит, сделать так, что ни один неудобный кандидат не пройдет. Ну, это же не, ну, получается, что здесь закон не соблюдается? Он не только не соблюдается, он грубо нарушен. Сейчас объясню, почему. Потому что, насколько я понимаю, это мое мнение, да, значит, конкурсная комиссия в данном случае, она взяла на себя функции органа, которые ей не принадлежат, то есть функции собрания представителей. То есть, по сути, она приняла решение о том, чтобы не избрать того или иного кандидата, да. Значит, закон устанавливает, в частности, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, устанавливает основные четыре понятия, четыре критерии, четыре условия, по которым гражданин правит получить доступ к замещению любой государственной либо муниципальной должности. Первое. Наличие гражданства Российской Федерации, либо гражданства дружественного государства, владение русским языком, полная дееспособность и отсутствие судимости. Все. Никаких иных условий, прямых условий, закон не содержит. 131-й закон и, значит, Устав Ставропольского района, он позволяет устанавливать дополнительные критерии, предъявляемые к образовательному, значит, цензу, к деловому цензу, к профессиональному цензу, но с одной лишь поправкой. Эти требования носят условия рекомендательный, но необязательный характер. И они могут быть учиться, да, при оценке той и иной кандидатуры, но вся проблема-то в том, что даже наши местные органы власти, то есть это собрание представителей, когда принимали решение о конкурсе на замещение должности главного района, они вообще никакие дополнительные условия, а это было обязательное требование положения о конкурсной комиссии, да, никакие дополнительные условия, они не включили в свое решение, да, соответственно, они включили вот это 4 пункта, которые обязательно являются, а дальше никаких требований к конкурсантам, предусмотренных законодательством дополнительно, которые им предоставлял, да, они не включили. А когда стали подводить итоги конкурса, у нас осталось 4 участника, я когда прочитал мотивировку этого решения, там написано, что ни один из кандидатов не отвечает предъявляемым требованиям к замещению должности главы Ставропольского района. Мне сразу возникает вопрос, какие требования, я их знаю всего 4, по всем 4 я отвечаю определяемым требованиям, и на их требования конкурсная комиссия не предъявила, соответственно, значит требуется меня, что я не отвечаю, и на этом основании меня не допускать именно к процедуре выборов. Ведь понимаете, конкурсная комиссия, она только, условно говоря, выступает неким ситом, либо фильтр, который по сути, по 4 показателям должен оценивать возможность допускать кандидата, либо не допускать, передавать его кандидатуру на собрание представителей, либо не передавать. А дальше все носит уже рекомендательный характер, условно говоря, владеет человек юридическим образованием, владеет он хозяйственным образованием, либо он, скажем, еще какие-то стажа имеет правовой работы, либо хозяйственная работа 10, 15, 20 лет. Это может учитываться, но как рекомендательный. А итоговое решение остается за собранием представителей. Вы обращались в комиссию? Почему? Был вопрос какой-то от вас? Вы обращали? Значит, я запросил протокол конкурсной комиссии, сразу же после того, как состоялось это заседание, я запросил протокол конкурсной комиссии, я с ним ознакомился. Конечно же, у меня возник вопрос. Конечно же, возник вопрос. Ну, здесь опять, понимаете, для меня, как бы, в принципе, ну, я думаю, что тайна небольшой, сказать, я здесь большой, вернее, тайна, как бы, я не открою там, да? В принципе, шило в мешке не утаишь. И, в общем-то, уже 15 декабря, как бы, там, да, значит, по всей процедуре, подготовительной процедуре, я видел, что никакого решения не будет. Это не выбор. Слушайте, у меня тогда такой вопрос. Есть ли, там, закон региональный, то есть, ну, в пределах Самарской области, получается, что подобные ситуации могут повториться в других муниципальных образованиях? Если то положение, которое в Ставропольском районе существует, там, логичные, такие же положения в других регионах, в других районах, да, а в сельских поселениях, я думаю, да, такая ситуация повторится, естественно. И поэтому, как бы, видя вот это все там, да, поскольку руководитель конкурсной комиссии не присутствовал там, да, я даже не знаю, кто руководитель конкурсной комиссии. Вот, понимаете, я на сегодняшний день, когда там участвую в судебном заседании, я даже не знаю, я кандидат, я не знаю, кто руководитель конкурсной комиссии. Я не знаю. Странно. Да, более чем странно. Я только знаю, что конкурсную комиссию ввела заместитель руководителя, председателя собрания представителей, Мюткина Наталья Геннадьевна. И когда я получил протокол, я через работников собрания представителей попросил встречи с Натальей Геннадьевной официально, хотя бы каким-то образом прокомментировать. Проснить ситуацию? Да, присутствующая ситуация, может быть, я что-то не понимаю, излишне что-то, может быть, я себе представляю. Но, к сожалению, это было предновогоднее время. Но, очевидно, Наталья Геннадьевна в силу занятости не нашлось времени для того, чтобы со мной постричаться и как-то объективно прокомментировать хотя бы то решение, которое принято в собрании представителей. Ну, как бы, от иных лиц, как бы, там, да, я не вправе требовать, поскольку они не присутствовали. Значит, единственное, я, как бы, значит, полагаю о том, что в состав конкурсной комиссии входили и представители губернской думы, представители правительства Самарской области. Значит, кто-то, по-видимому, должен входить из числа вице-губернатора. Вот. Ну, как бы, они не присутствовали там, да, поэтому я, как бы, вполне логично, что я обратился к Нюткиной. Но не получив, как бы, внятного ответа, да, проанализировав ситуацию, как бы, там, да, значит, я, поскольку грубо нарушен, во-первых, закон, грубо нарушен закон, поскольку конкурсная комиссия незаконно отказала. То есть, по сути, она завершила процедуру выборов главы Ставропольского района. Хотя и ее полномочия заключались только в том, что передать на рассмотрение, вот при этих условиях, при том положении, которое существовало, существует в Ставропольском районе, их обязанность была передать всех четырех кандидатов на рассмотрение собрания представителей. И уже собрание представителей должно было принять решение о избрании главы из числа тех кандидатур, которые представила конкурсная комиссия. А поскольку конкурсная комиссия взяла на себя, превысила свои полномочия, взяла на себя роль собрания представителей, И тем самым грубо нарушил закон, не обосновав свое решение каким-либо критериями оценки. Просто тупо указал о том, что не соответствует определяемым требованиям. Хотя, так скажем, в последующем Наталья Геннадьевна Нюткина, давая интервью, заявляла о том, что, мол, где району нужен крепкий хозяйственник. Владимир Владимирович, мне логика понятна, и я вижу это так, что вы, как человек, опытный юрист, когда увидели, что такое происходит, обратились в суд. У меня такой вопрос. То есть сейчас суд первой инстанции? Да, суд первой инстанции, да. Проходит заседание. Да, было первое заседание. И, допустим, решение вынесено, ну, что ли, тоже спорное. Вы будете продолжать судебный процесс, если не найдете ответа? Значит, вот здесь более как деликатное выразиться, как бы там, да. Несмотря на то, что я был прокурорским работником и, в принципе, по стилю, по складу своему остаюсь законником, да, если можно так сказать, да, значит, я, в общем-то, считаю себя человеком достаточно гибким, достаточно компромиссным. Значит, если бы это было не так, я бы не стал, так скажем, да, добиваться аудиенции у Натальи Геннадьевны. И, в принципе, как бы там, да, так скажем, я готов и сейчас, там, да, значит, учитывая, как бы сложившуюся ситуацию, не в интересах. Ведь здесь надо понимать еще, как бы, я хочу, как бы, донести, в принципе, и суду донес я мысль, как бы, да, о том, что я не ставлю своей целью изберите меня головой Ставропольского района. Абсолютно нет. Вот чего нет у меня, так сказать, в моей цели, да, это именно любой ценой, там, через суд или как-то, значит, стать головой Ставропольского района. Нет, отметь, это не так. Значит, первое, значит, я был, есть, я стою законником, да. Да, пожалуйста, устраните нарушение закона. Это первое, самое главное, то, что я увидел, да. И если, сказать, нарушение будет устранено, как бы, там, да, это, в принципе, уже будет свидетельствовать о том, что ситуация меняется, как бы, там, да. И второе, не надо нарушать мои гражданские права. Значит, Конституции предоставлю право любому гражданину Российской Федерации избирать быть избранным, да. Значит, в том числе право свободного доступа к муниципальной службе, к занятию муниципальной должности, да. А когда мне по непонятным причинам ограничивают мои гражданские права, нарушают законы, нарушение закона ограничивает мои гражданские права, как бы, там, да. Естественно, так скажем, да, как неравнодушный человек, как бы, там, да, которому не чужда судьба района, там, да, я не могу, так скажем, проходить от него таких вот, так скажем, ну, врушений. Мне понятна ваша позиция, да, и вот в связи с этим следующий вопрос, но сначала такой довод, вы можете его либо опровергнуть, либо подтвердить, да. Посмотрите, предыдущий глава, господин Медвежин, был нужен Самарскому Белому Дому для того, чтобы контролировалось, там, ряд федеральных проектов на территории района. Там, Климовский мост, вот, дорожные какие-то вот эти вот вещи и прочее, но эти проекты уже завершаются, и понятно, что вот он, я про логику сейчас, и понятно, что он ушел, значит, на следующий район, и, казалось бы, сейчас нужно избирать человека, которого, а, знают в районе, знают фермер, знают, фермеры, знают местный бизнес, ну, знают жители района. Для того, чтобы не тратить время погрузиться там куда-то, вот, в эту проблематику, вы ее знаете. А вот, может быть, по вашей логике вы мне как-то объясните поведение комиссии, да, которая не может переписать закон, но, тем не менее, отказывает кандидатам, там, четырем или пяти, в возможности поучаствовать вот в этих выборах. Вот, а где логика? Затрудняюсь ее комментировать, если, как бы, так говоря, там, да. Мне сложно, так скажем, прокомментировать, чем руководствуются, условно говоря, там, да, значит, лица, ответственные за внутреннюю политику в Самарском регионе, какими критериями, как бы, они руководствуются. Я только, наверное, повторюсь, но скажу еще раз о том, что район практически по всем показателям сельскохозяйственного производства провалился. Ну да, это... В районе, да, нет, как такового, значит, когда были передовые, значит, позиции, занимав район, ликвидировано крупнейшее, значит, рыбоводческое хозяйство, рыбхоз, сускан, и так далее, 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 как бы, да? Хорошо, тогда я выдвину еще одно предположение. Нет, я, как бы, если позволите, как бы, завершу мысль, как бы, там, да, вот поэтому в этой ситуации, вот, я, несмотря на то, что, как бы, я остаюсь законником и, казалось бы, там, бескомпромиссным, как бы, там, да, значит, служителем закона, как бы, там, да, мне тоже вызывает недоумение, как бы, там, да, я полагал бы в этой ситуации, там, да, кто-то ответственное лицо, как минимум, должно, так скажем, пойти на какой-то хотя бы элементарный контакт, значит, с тем лицом, права которого нарушили, да, в данном случае, как бы, это я, поскольку я заявился, как бы, там, да, и хотя бы, как минимум, как бы, там, да, прояснить ситуацию, там, да, и проговорить, Варимин Ильич, а что вообще происходит, как бы, там, да, ведь надо отдать, как бы, должное, то, что я-то ведь человек не случайный в районе, там, да, и я не враг району, да, и я, да, это безусловно понятно. Да, да, и я бы мог, так скажем, свое видение, как минимум свое видение донести до лиц, ответственных за принятие решений, как бы, там, да, а вот здесь у меня, так скажем, ну, не складываясь у меня, как говорят, от пазл, там, да, либо нашему региональному руководству неинтересен Ставропольский район, либо неинтересен я, как кандидат, как бы, там, да, ну, либо третий, худший, как бы, вариант, там, да, они вообще разучились и не умеют говорить с гражданами и не хотят этого делать. Вот, может быть, такой вариант. Да, вот вариантов может быть много, но мне кажется, да, я выгляну опять как положительный. Такое, что в этой конструкции, когда, я предполагаю, отмашку дает, значит, Самарский Белый дом региональным властям сейчас нет никакого дела до Ставропольского района. Тогда возникает вопрос. Чиновники Ставропольской администрации, которые нарушают, вот, работу вот этой комиссии, они ждут, там, нового назначения в Самаре, они ждут какого-то определения, там, к лету после выборов. Вот, может быть, у вас есть какое-то мнение? Да, мнение есть, я предполагаю. Вот, Федорович, смотрите, вот при той ситуации, которая сложилась с положением, то есть, значит, здесь немножко надо, чтобы вы понимали четко, и, как бы, зрители поняли момент тот, что администрация к формированию главы вообще ровным счетом никакого отношения не имеет. Администрация района? Да, это... Она не имеет. Здесь два субъекта, которые принимают решения. Это конкурсная комиссия и это собрание представителей. Конкурсная комиссия, так скажем, да, по выражению, так сказать, одного, там, сказать, из ведущих программ телевидения, там, да, в данном случае показала себя как самое слабое звено. То есть она зарубила всех кандидатов? Она, понимаете, вот, либо в силу незнания закона, я допускаю, скорее всего, как бы, там, да, в силу незнания закона, как бы, там, да, я допускаю, что губернатор, как бы, там, он не вникает в ситуацию, как бы, там, да. Ему, честно говоря, не дают. Ему не дают. Тут, как бы, я допускаю. Он дал поручение, как бы, там, да, на местном уровне, как бы, в районе, там, да, провести выборы, да. Но я не думаю, что губернатор давал, так скажем, поручение, там, да, проводить выборы с нарушением закона. Я просто не допускаю подобные мысли, поскольку это, естественно, ее не может быть априори. И, скорее всего, никто не вникал вообще в это положение, которое в Ставропольском районе было разработано и утверждено. Никто не проводил экспертизу, в частности, антикоррупционную экспертизу вот этого документа, этого положения. А если бы сейчас прокуратура либо орган, иной уполномоченный провел, то мой вывод, и я думаю, что они бы согласились с этим, что под это положение можно протащить какого угодно кандидата и можно зарубить ровно так же, какого угодно, так же и зарубить его. Поскольку я еще раз говорю, и в суде заявляю, и сейчас готов еще раз подтвердить о том, что по сути конкурса, вот при том... ...положение существует в том виде, который должен совать конкурс по отбору кандидатов, его не существует. Существует невнятная непонятная схема, по которой, в том, что интервью, еще раз повторюсь, может заводить любого неугодного кандидата неудобного и может протащить любого навязанного кандидата. Ну, хорошо. Сейчас получаются некие ключи. Вот решение суда, которое будет сюда, оно явно невыгодно чиновникам Ставропольского района и невыгодно, понятное дело, Самарскому Белому дому, ну, потому что это нарушение, это прецедент. И про это будут писать, про это будут говорить, то есть это невыгодно, в первую очередь, понятное, в Белому дому, там, где выбор битвизии. Ну, тогда какое решение может быть, вот компромисс какой-то может быть. Вы знаете, Федорович, компромисс возможен всегда. Просто спрашиваю, когда вы не поймете, вот если, чтобы вы не пошли в суд, что нужно сделать? Значит, элементарно, элементарно, я еще раз повторюсь, я попытался просто выяснить ситуацию и получить хотя бы внятных объяснений. И если кто-то хотя бы элементарно мне их дал, сказал, что понимаете, вот сегодня районы и области такие и такие задачи стоят, значит, и может быть, я с этими доводами бы согласился, и может быть, эти доводы как бы убедили бы меня, и этого иска бы не было, понимаете, да? Но ничего внятного я не услышал, никаких объяснений я не получил тогда. Ну, а что мне остается делать в этой ситуации, так скажем, молча проглатывать и все, ну, как-то это не про меня. Вот это понятно, что очень справедливо, это точно не про меня. Это связь к отношению. Да, да, это как бы, ну, вообще, как бы, да, ну, и опять же, как бы, там, да, вот смотрите, что на сегодняшний день у нас подвесо административного производства, да, он их допускает и целый ряд примирительных процедур, да, это и, значит, переговоры, это и последничество, там, да, это и судебное примирение, там, да, это и институт медиаторов, там, да, 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 это и с институт судебных примирителей, как бы, там, да, что мешает, как бы, сейчас, там, да, значит, моим административным ответчикам, как бы, там, да, заявить, так скажем, о том, что мы готовы, так сказать, я вышивающе, там, да, со своей стороны я, там, не, тоже хочу выступать в роли, и не буду выступать, так скажем, в роли супротивника хороших инициативных, там, да, и, в принципе, если, как бы, да, дело дальше пойдет, я еще раз говорю, я готов провести первый шаг доброй воли, там, да, и заявить сам, когда-то, когда, о возможных, и готов, так скажем, да, но это только возможно при условии, потому что я вижу, будет идти диалог, да, которого нет, которого нет, а с кем разговаривать, там, да, значит, ну, давайте начнем с того, на том, что представитель губернатора не явился, не у себя, не у себя, а руководитель конкурсной комиссии и представитель не явился на заседание конкурсной комиссии, прошу прощения, на заседание суда, с кем не разговаривать, с кем строить диалог, Поэтому в этой ситуации, ну, либо рассчитывают мои, так скажем, оппоненты в суде на административный ресурс, да, значит... Но ведь есть судовая высшая инстанция, где административный ресурс не работает. Вы знаете, прежде чем начинать этот процесс, я проработал практику не только региональную, вот, кстати, мы здесь не принимали научный ресурс, да, значит, практика других регионов, так сказать, да, свидетельствует о том, что граждане активно вставили свои права в судах. Активно. Другие регионы просто, когда там, да, решили конкурсную комиссию, обжалуются в судах. Ну, это же правильно. Это правильно. Значит, и что самое интересное, да, я нашел несколько постановлений судебной коллегии по лестературе и делам для полного суда, Российской Федерации, и четко, значит, недвусмысленно, и, кстати, два послания инстанционных суда, которые выделяют... То есть в России есть уже... Да, 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 да. Значит, и они не единичные, как бы, там, да, и когда, так скажем, я пошел дальше этого, там, да, значит, прежде чем начинать любой судебный процесс, там, да, я, как, так скажем, юрист ответственный, там, да, обязан просто просчитать возможные варианты, там, да, положительные либо отрицательные решения. На сегодняшний день я представил суду в своем исковом заявлении, там, да, ряд постановлений судебной коллегии по административным делам, ряд постановлений Конституционного суда Российской Федерации. Именно вот в таких случаях, значит, разбирались и рассматривались иски граждан, да, и суды недвусмысленно четко высказались о том, что да, органы местного самоуправления, конкурсные комиссии должны в своей деятельности руководиться вот этими четырьмя критериями, да, допуска, либо недопуска, к участию в конкурсной процедуре. Да, действительно, органы местного самоуправления конкурсным комиссиям в данном случае, там, да, могут быть использованы дополнительные механизмы и дополнительные условия, которые предъявлятся к конкурсантам, но, опять же, они носят строго рекомендательный характер, необязательный характер, и не должны противоречить действующему законодательству. Все. То есть, условно говоря, да, значит, в положении конкурсной комиссии и, соответственно, в решении собрания представителей об объявлении конкурса, наряду с теми четырьмя вот прописанными обязательными пунктами, должно быть прописано, я так полагаю, там, да, о том, что желательно кандидату иметь высшее финансовое образование, да, либо иметь четкие знания в области бюджета и финансов, там, да, значит, либо иметь, условно говоря, там, да, стаж управленческой работы не менее пяти лет, да, либо, там, сказать, еще какие-то критерии, как бы там, да, профессиональной, либо образовательной деятельности, как бы там, да, которые должны учитываться при проведении конкурсных процедур, но только лишь учитываться, а не иметь решающее значение. А когда конкурсная комиссия, не учитывая ничего и не мотивируя свое решение, заявляет о том, что не отвечает предъявляемым требованиям, то есть мы возвращаем к началу нашей беседы, да, каким требованиям, как бы там, да, юристу, который, это сюр, это сюр, понимаете, как бы там, да, и я так полагаю, что все-то прекрасно это понимают, потому что сказать-то, в общем-то, нечего, там, да, то есть человеку, который, так скажем, более 30 лет занимался вопросами защиты, чьих прав, чужих, как бы там, да, в судах, там, да, значит, в органах государственной власти, там, да, сам, сказать, стоял на страже закона в этом районе, как бы там, да, он сейчас столкнулся с тем, как бы там, да, что ему говорят, парень, ты-то вообще, как бы, это, не можешь, да, он говорит, ребята, как я не могу, как бы там, да, он говорит, да, ну, нет, как-то вот, 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 и объяснить-то внятно, никто ничего не может, как бы там, да, но если бы это было не смешно, да, как столько грустно, скорее всего, там, да, а не смешно уже, как бы там, да, и ведь по образу и подобии этому у нас формируются органы власти исполнительные и в сельских поселениях, также и главы сельских поселений, как бы там, да, то есть, условно говоря, там, да, приезжает глава района, как бы там, да, и говорит, так скажем, членом конкурсной комиссии, как бы там, да, должен быть вот этот человек, вот так я, ну, как бы, как бы, пока без предметного разговора веду, как бы там, да, и, в принципе, конкурсной комиссии, не задачиваясь, не озадачиваясь, не, так скажем, мудрствую лукаву, как бы там, да, берет просто, подчиняется там, да, выносит на собрание представителей, собрание представителей, как бы там, да, а люди ведь у нас не юристы, они не вникают в законно конкурсной комиссии, незаконно она пропустила, либо не пропустила. Да, да. А вот здесь, понимаете, мы подходим к самому главному вопросу, к той роли, которую я вижу в деятельности именно собраний представителей, поскольку закон возлагает на собрании представителей именно функции по избранию главы муниципального образования. И именно на собрании представителей лежит ответственность за то, какой глава будет в районе, какой он будет профессионал, какой он будет хозяйственник. Ну, по образу выражения Ньюткина, крепкий он хозяйственник, хотя чем отличается крепкий хозяйственник от некрепкого, ну, я скажу, или от слабого хозяйственника, как бы там, да. Ну, я сложно, как бы, себе могу представить. Здесь нет никаких критерий. Критерий вообще нет. Человек должен знать территорию. Да. То есть, понимаете, как бы там, да, настолько, настолько, как бы вот эти вот расплывчатые, понимаете, они ведь не... Здесь можно все, что угодно, там, да. И элементы дискриминации здесь можно усмотреть, как бы там, да. И элементы непрофессионализма. Это равно с нарушением закона, я имею в виду деятельность комиссии, как бы там, да. Ведь, простите меня, как бы там, да, в комиссии у нас, как правило, там, ну, что там, педагоги, учителя, как бы там, да. Вот, как педагоги, учителя, там, или, как, допустим, социальные работники, там, да, могут оценить уровень профессиональной подготовки, как бы, да, человек, допустим, с 50-40-летним стажем в финансовой или бы бюджетной сфере работы. Ну, явно, что никак, как бы там, да. Как разрешается вопрос в других регионах? Я, опять же, обращусь там, да. Да. Значит, наряду с членами конкурсной комиссии в подобных конкурсах принимают участие специалисты, эксперты, как угодно их назови, как бы там, да, это могут быть преподаватели, как бы там, да, это могут быть там еще какие-то деятели там, да, которые именно специалисты в области той или иной сферы. Это юристы могут быть или еще кто-то, да. Да, значит, и, соответственно, в решении либо в положении конкурсной комиссии прописываются условия конкурса, да, условно говоря, за владение такими-то навыками 5 баллов, за такие-то образовательные, значит, знания 10 баллов, как бы там, да, за владение, значит, такими-то навыками еще 15 баллов. И конкурсная комиссия, сказать, когда подводит итоги, как бы там, да, она ориентируется на именно мини-тех специалистов, экспертов, как бы там, да, которые говорят, вот этот человек знает муниципальное, значит, законодательство, этот знает финансовое законодательство, этот вообще ничего не знает, как бы там, да, и тогда конкурсная комиссия, естественно, как бы там, да, она, опять же, оценивает того или иного кандидата, она проставляя, вот на основании заключения специалиста, проставляя, как бы ему, еще такой конкурс, да, конкурс, как бы там, да, это некое состязание, соревнование, там, да, перетягивание, кто выше, кто сильнее, кто дальше. Кандидат в программ. Когда я представил свою программу, моя программа, кстати, основывалась на концепции развития Ставропольского района на период до 2030 года. Это исследовательский институт разрабатывал, самарский. И я представил эту программу на основе вот этой вот. Она стояла из более чем 20 пунктов у меня программа. Ну, еще раз говорю, я устал уже повторять о том, что, так скажем, насколько я знаю, глубоко район все его беды и несчастья и радости, если начну перечислять, ну, где-то, примерно, еще у нас часа полтора с вами займет эфирного времени. Но я не буду этого делать. А когда, как бы, комментируя, значит, решение о повторном конкурсе, опять же, сказать, Инюдкина-Тальгидальна, как бы там, да, допустила такое неосторожное высказывание, которое, так скажем, я думаю, что предстоит быть предметом разбирательства в суде, кандидата плавали по знаниям Ставропольского района. Странно. Вот мне бы хотелось, Анталия Геннадьевна, задать вопрос. Я на чем плавал? Да, на резиновой лодке? Или на броненосце? Если на броненосце, я согласен, что я по району плавал, да? А вот сказать, если то, что как она какими-то школьными терминами, там, да, применительно к ученикам, двоечникам, как бы там, да, ну, как-то несерьезный разговор, как бы там, да, равно, как бы, я не знаю, может быть, корреспондент переврал, как бы там, да, слова извратил, слова Натальи Геннадьевны, но тем не менее, как в моем распоряжении имеется как будто газетная публикация, как бы там, да, бьет такое высказывание, то есть первое, это нам нужен хозяйственник там, да, а второе, эти кандидаты плавали, не буду, сказать, называть фамилии одного из кандидатов, как бы там, да, у которого стаж депутатской работы, в том числе в губернатской думе, там, да, по-моему, если не ошибаюсь, лет 15. Значит, другой из кандидатов, да, руководил... Да, Першин, да, 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 совершенно верно, Першин, Першин, да, 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 вот, значит, другой из кандидатов, как бы там, да, вообще был выходец, как бы из муниципальных структур, как бы там, да, работал много времени, как бы там, да, поэтому говорить о том, что вот эти кандидаты не отвечают предъявленным требованиям, как бы там, да, но это, так скажем, либо человек вообще не знает, а... А это смешно. Людей, либо это смешно. Но, еще раз, да, но вот как раз здесь не до смеха. По-видимому, когда вы начинали свое вступление, вы говорили о том, что и я, скорее всего, наверное, с этой мыслью соглашусь, о том, что не заявился в силу каких-то причин на первый конкурс тот кандидат, который был заранее, по-видимому, имел все шансы на прохождение этой конкурсной процедуры. Я как бы другого объяснения я здесь не вижу. Но и подтверждением этой версии, подчеркиваю, это мое предположение, возможно, это не так. Некая кандидатура с какого-то одного из сельскохозяйственных районов Самарской области, которая вообще прозвучала. Где-то в СМИ прозвучала фамилия. Я здесь знаю, не буду комментировать так ли, не так ли. Но, так скажем, то, что конкурсная комиссия поняла решение чем объяснить мотивировку такого безграмотного правового решения с правовой точки зрения, ну, мне сложно. Не сложно. Поэтому отсюда я не могу ни логику собрания представителей просчитать, ни логику конкурсной комиссии, ни логику руководителей губернии, которые ответственны именно за эту внутреннюю политику в районах. Но в то же время я бы хотел сказать о том, что в данной ситуации еще раз подчеркну, разобраться в этой ситуации надо всем. Я для себя ее разобрал, эту ситуацию. Если, так скажем, моя позиция интересна руководителям района, руководителям области, я готов свою позицию озвучивать, это первое. Готов, так скажем, поделиться своими знаниями, своим опытом, с тем, чтобы, еще раз говорю, в интересах района, не в интересах своих, а в первую очередь это интересы района. Если, так скажем, я не являюсь авторитетом в данном случае, я думаю, что в регионе у нас много достаточно профессиональных, грамотных юристов, пожалуйста, разбирайтесь, вникайте в этой ситуации, но приводите в соответствии с законом, выполните то, что необходимо выполнить. Ведь сейчас, так скажем, может, сложиться некий прецедент. И прецедент весьма как бы неприятный для региональных. Но он не может, он сложится. Он уже сложится, Он уже сложится, да. Там верхние станции тоже вынесет какое-то свое решение, и это будет серьезным имиджевым таким, ну, ударом, что ли, по областям властям. Понятно, что по властям Ставропольского района. Владимир Геннадьевич, у меня, знаете, у меня вот такой вопрос. Я услышал уже ваши слова в адрес чиновников Ставропольской администрации. Мы говорим, ребята, объясните, пожалуйста, и давайте действовать по закону. Поэтому у меня к вам предложение такое. Вопрос. Скажите, если бы была возможность ваша обратиться к жителям Ставропольского района, после этого обращения к чиновникам Ставропольской администрации, под жителем, что бы вы сказали? Вы знаете, я вот здесь хочу сказать одно, что, значит, вот мне бы лично в этой ситуации гораздо комфортней, гораздо, значит, выгодней, ну, выгодней в том плане, что как бы как профессионалу там, да, было бы работать именно с непосредственно с населением. Поскольку, когда я работаю с населением, и это правильнее было бы, да, когда, если бы я работал с населением, я видел хотя бы элементарную обратную связь. И я думаю, что бы мои слова, как минимум, они бы доходили до тех людей, к которым я обращаюсь, поскольку это предполагает некие сходы, да, это предполагает некие, так скажем, встречи с избирателями, да, это обсуждение, там, да, это, как правило, всегда диалог, там, да, это есть обратная связь, выгодней, что тут ты прав, вот тут ты не прав, как бы, там, да, я мог корректировать как бы свою позицию, там, да, мог где-то что-то, как бы, значит, двигаться в том или ином направлении, смещать свою позицию, там, да, в социозаконном, безусловно, только в социозаконном, да, а здесь, когда перед тобой глухая стена и забор, возведенный в виде конкурсной комиссии, да, при отсутствии всякого диалога, так скажем, ведь у нас, так скажем, по положению о комиссии, да, значит, комиссия формируется двумя субъектами. Первый субъект это собрание представителей, четыре, да, это четыре, так скажем, депутата, которые представляют собрание представителей и четыре кандидата, четыре, вернее, члена конкурсной комиссии представляет по решению губернатор Самарской области. Ну, еще раз подчеркиваю, я даже не знаю, кто от лица губернатора и каким актом правовым, значит, назначен в конкурсной комиссии и в суде, да, этот документ до сегодняшнего дня он не представлен, как бы там, значит, поэтому я даже не знаю, кто от губернатора, кто уполномочил этих людей, там, да, и кто эти люди, которых губернатор уполномочил на участие в конкурсной комиссии, да, может быть, там были, сказать, здравомыслящие юристы, как бы там, да, или бы кто-то еще, которым я бы на конкурсной комиссии донес свою позицию, а в последующем, как бы он задал вопрос, а почему такое решение, я думаю, что быть представителем губернатора вот в этой конкурсной комиссии, они бы не допустили, как бы там, да, вот именно такого неграмотного правового решения. Вам не кажется, что все-таки Самаре сейчас немного не до этого? Там тоже не сформировано правительство и там серьезные проблемы с силовиками, и, ну, какое здесь вот дело до Ставропольского района? Может быть, они все-таки как-то там узнают о вашей позиции, узнают о судебном процессе, и дело развернется? Вы знаете, я думаю, они знают об этом. Они не могут, я так подозреваю, понимаете, как бы там, да, но губернатор, либо, сказать, лица ответственного, они не могут не знать, поскольку система, так скажем, уведомления о таких, как бы, ситуациях, там, да, ведь, насколько я, как бы, помню, там, да, в заседании конкурсной комиссии присутствовал один из, значит, руководителей департамента, Черненко Александр Александрович, как бы, там, да, и я не думаю, так скажем, да, чтобы он скрыл от губернатора, как бы, там, да, сложившуюся ситуацию, как бы, там, да, и принятые решения, да, ведь он в том числе, и он принимал решение, там, да, вот, у меня тоже вызывает недоумение, как бы, там, да, как можно такое решение, когда человек все-таки полномочный губернатором в состав этой конкурсной комиссии, хотя, я говорю, я не видел решение губернатора, что именно Черненко включен в эту комиссию, да, значит, как он мог подписать вот это решение, как бы, там, да, для меня тоже остается загадка, то есть, я не могу сейчас говорить о том, что губернатор не уверен, первое, второе, как бы, какая бы ни была ситуация в районе, да, прошу прощения, в области, да, район страдать не должен ни при каких условиях, ни при каких условиях, то есть, район должен продолжать, за этим стоит выплата в бюджет, за этим стоит, как бы, там, значит, бюджет, да, 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 подготовка высока, значит, сейчас у нас очень сложная проблема, буквально еще месяц с небольшим, по воткому мероприятию начнутся, да, 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 вот смотрите, какая зима снежная, как бы, там, да, у нас поплывет опять Санчелеев, у нас опять поплывет Тимофеевка, как бы, там, да, это, а сколько снега вывезли за район паркауса, как бы, там, да, достаточно посмотреть, это сотни тысяч кубов снега туда вывезли, как бы, там, да, поэтому я просто не представляю, как бы, там, да, далее, когда предстоит, так скажем, пассивная очередная, как бы, там, да, ну, простите меня, когда, значит, руководитель сельхозпредприятий чувствует себя нежеланными посетительными в здании администрации, и такое, как бы, имело место уже быть, там, да, ну, простите, как бы, там, да, это опять же не на пользу району идет, там, да, значит, ведь в своей, как бы, программе, там, да, я предложил более 20 пунктов, приоритетных пунктов, как бы, там, да, развития Ставропольского района, и самое основное, это то, что район всегда был самодостаточным, а сейчас район сел на бюджетные трансферные перечисления, там, да, значит, поэтому, о чем мы можем здесь говорить, как бы, там, да, когда только район, из, там, 600-700 миллионов собственных средств, он еще примерно такую же сумму в год получает, значит, из настоящих бюджетов, да, 700-800 миллионов практически, то есть, какой стимул району самому развиваться и работать, как бы, там, да, ну, ведь эта ситуация, она, условно говоря, была при одном главе администрации, завтра ее может не быть, и район-то, простите меня, область занят своими делами, а район-то сейчас, при отсутствии, допустим, субсидий, там, да, субвенции из заставящего бюджета, да, он сядет просто... При отсутствии работы. И при отсутствии работы, да, и при отсутствии работы, потому что, практически, там, да, вот, насколько я по отзывам наслышан, там, да, ориентируюсь каким образом, вот, голова новой придет, а деньги-то нам дадут в область. Вот как вопрос стоит, да, в моем понимании, вопрос крайне неправильно поставлен, да, значит, не ждать с области поступления, не ждать... Да, конечно, это хорошо, федеральный бюджет, там, да, на какие, сказать, разовые мероприятия, строительство школ, где сам район не потянет, там, да, строительство каких-то еще там программ, там, да, то есть участие в национальных проектах никто не отменял, как бы, там, да, и реализацию, но когда при этом, при всем район разучился сам быть самодостаточным, вот в моем понимании, вообще это недопустимо. То есть ваша программа предусматривает... Да, один из пунктов, один из пунктов, это самодостаточность возрождения, самодостаточность района, да, это независимость, вот, так скажем, в межбюджетных каких-либо выстоящих перечислений, там, да, это возможность, чтобы район выходил за счет собственных... Вы знаете, резервы здесь достаточно, хорошие. В районе? В районе, да, да, это, так скажем, неиспользуемое, выгоднейшее географическое положение района, да, а вот вы знаете, так скажем, вот сам, так скажем, при умелом подходе и поддержке правительства Самарской области, как бы там, да, значит, по типу, значит, логистических деревень, европейских, как бы там, да, Ставропольский, он мог бы стать транспортно-логистическим хабом. Это трасса М-5, да, это сейчас Климовский мост и развязка, скажем, которая сейчас выходит на трассу М-5. Это близость аэропорта, это близость речного порта, как бы там, но вместо этого грузы гонятся, значит, с южных регионов гонятся в Москву, в распределительные центры, там, да, потом опять с Москвы возвращаются сюда назад, идут в западные регионы, идут в восточные регионы, идут в южные регионы. Соответственно, ресурсы используются транспортные, логистические, людские, значит, горючий смажешься, и прочее, прочее, да. Почему? Зачем это надо? Пожалуйста, здесь трасса, вместо этого, опять же, как бы там, сажаются, значит, крупные логические центры, где-то в тупиковых ветках, там, да, Самарской области, там, да, а район не развивается, потому что нет инициативы, нет инициативы, нет людей, так скажем, нет головы, которые, так скажем, вторым моментом, да, Национальный парк Самарского Ука, это правобережье, значит, Ставропольского района, да, полностью отсутствует какое-либо развитие, при том, что это великолепный, значит, рекреационно-туристический потенциал, который просто нереализован, просто нереализован, да, а его надо реализовывать, как бы там, да, это ведь жемчужина, жемчужина. То есть в вашей программе есть еще и так, да, да, это как бы, да, это и развитие частно-муниципального государства, частного партнерства, как бы там, да, это тоже в моей программе, как бы здесь, это тоже работать надо, это, так скажем, и возрождение предпринимательства, и именно активизация, так скажем, вот этих процессов, связанных с, значит, то, что начиналось еще, когда это, значит, более 30 лет назад, когда, так скажем, район был сам достанен за счет бюджетных, за счет, прошу прощения, налогового перечисления, там, да, налогоподельщика, это ведь, это тоже, как бы, это тоже работа, этим надо заниматься постоянно, понимаете, это повышение инвестиционной привлекательности района, как бы, да, а здесь ведь инвестиции, вот, в качестве примера, например, там, да, это, значит, частный технопарк в районе села Зеленых в Ставропольске, да, опять же, великолепно укладывается в схему транспортно-логистического центра, ну, человек побился, побился несколько лет, как бы, там, да, и понял бесперспективность, как бы, там, да, и все, и свернул, понимаете, это один из примеров, один из примеров, да, 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 Ставлинского района, Шанталиинского района, как бы, там, да, ну, он будет года два только узнавать район, потом года два, сказать, может быть, раскачиваться, как бы, там, да, значит, может, как бы, получить какие-то там преференции, там, да, или еще что-то, да, потом уже у него срок подойдет, как бы, да, соответственно, как бы, моя, вот, мое глубокое, сказать, убеждение в том, что район, район должен быть только человек, который глубоко знает этот район, который знает, Который знает, так скажем, все его сильные и слабые стороны, знает его потенциал, который он может раскрыть. И человек в каком-то смысле боец. Сейчас объясню почему. Потому что при отсутствии гражданской позиции в районе здесь, в общем-то, сложно будет работать. Ну, потому что подомнутся, не дадут этой инициативе. Ведь у нас, возвращаясь к нашему собранию представителей, если бы были люди неравнодушные в собрании представителей, их там практически 48 человек, если не ошибаюсь, но почему-то они не стали тем барьером, который бы все-таки каким-то образом действовал в интересах района. Не в интересах каких-то семиминутных или годичных, двухгодичных интересов, а все-таки ориентировался на район. То есть отсутствие именно такого сильного представительного органа или, во всяком случае, какой-то единой позиции, которая в районе существовала, на перспективу ее развития, оно, в общем-то, и приводит отчасти к таким последствиям. То есть это незнание закона, это нежелание руководства законом, как бы там, да, это слабая позиция конкурсной комиссии, слабая позиция собрания представителей, как бы там, да. Она, в общем-то, как бы там, да, ну, дает, так скажем, возможность там, да, региону, ну, практически безальтернативно принимать любые кадровые решения вот в Старопольском районе. И главное, чтобы это было на законных основаниях. Владимир Геннадьевич, мне очень понравилась ваша мысль про неравнодушных людей. Поэтому на этой позитивной ноте я и предлагаю завершить наше интервью. Это были записки горожанин. Сегодня нашим гостем был ломитин Владимир Геннадьевич, который рассказал о том, что происходит в Старопольском районе с выборами главы. Подписывайтесь на записки горожанина, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Это важно для нашего проекта. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok